приветствую вас мои дорогие друзья меня зовут анна и сегодня расскажу какие гортензии горшках у меня растут это красотка краса лескова как только я убрала маленькие череночки она начала более активно разрастаться корневая система тоже начала более так обильно расти вот это вот черенки от нее маленькие не уверена что не перезимует но нормировка была все-таки нужна поэтому посмотрим перезимует прекрасно не приземует но что же делать вот эти гортензии пришли вместе с красой лескова мне по почте но они так и не пришли в себя то есть краса лескова пошла в рост а эти красотки что-то под засохли но там увидим здесь у меня остатки черенков они пойдут у меня на весну это крупнолистная от мамы она у меня то есть от родителей я ее привезла она тоже в горшке надо будет ее подкормить обработать всех от болезни перед тем как идти на зимовку да потому что все равно признаки уже появляются как-никак осень это френч болеро как красотка тоже корневая уже вышла за пределы горшка так и пойдемте дальше покажу вам свои цветущие то есть у меня вдоль дорожки стоят цветущие гортензии они цветущие стоят дальше это у меня геркулес да горкулес смотрите он мне пришел изначально сформированный неправильно но но вот смотрите он ведет такую огромную мне палку вроде как можно бы знаете и повести его и в штамп но мы прекрасно знаем что это довольно крупный сорт и метелки у него тоже крупные поэтому думаю что весной просто обрежу так как надо вот эта дамочка по моему граффити так сейчас посмотрим да это граффити цветет она у меня уже давно огромные шапки я вообще восхищена тебе это если честно так это у меня кто кто же это у меня сейчас посмотрим так это фантом фантом тоже вот видите цветет уже цветают многие гортензии точнее сказать большинство это ливана ливана тоже уже цвета то есть у нее и стерильные фертильные цветочки уже открылись так это у меня так по моему это полярный нет это не полярный у меня медведь этом надо безымяшка у меня дата безымяшка она цветет то есть сначала она такая беленькая затем она становится красная соцветия мне соседский кот сломал так это у меня древовидная гортензия так сорт это у меня рубианабель она когда цвета цвела она была прям рубиного рубиного такая красная от цвета от она становится фисташковой так это у меня полярный медведь напомню да что все у меня кусты небольшие в следующем году они все у меня период в объем 15 либо 20 литров вот такой полярный мишка какие у нее такие пушеки вот эти я не могу такая приятная гортензия это magical килиманджаро только начинают зацветать тоже буду делать формировку ему весной вы видите малютки то есть они маленькие еще сами по себе так это у меня по моему еще одна безымяшка дата вот еще одна безымяшка но красивая то есть хоть и без указания сорта но метельчатая красиво а в принципе гортензия почему бы да и нет так дальше кто у меня тут тоже малышня видно да что молодой кустик так это у меня грандифлора тоже еще только зацветает сегодня у нас какое 18 сентября так это страу бери блоссом вот такая красота тоже пушек такой красивый так идем дальше здесь у меня это так подождите куда я вам прескать фото рассказать это баба баба тоже еще как бы только-только вот в процессе в распуска скажем так так дальше это у меня по идее было самарская лидия но пока не могу сказать что это она вот посмотрим такие вице листья все опали это skyfall такие гиацинтовые красивые цветочки дальше вот данная гортензия вы смотрите шмелётик такой вот трудиться так мой какой хороший так здесь у меня гортензия пастель грин но что-то мне подсказывают что это не пастель грин конечно но посмотрим цветы конечно огромные но она была пришла мне сформирована неправильно и не стала ничего с ней делать то есть не держится цвете так это у меня по моему панель панателло дата панателло у меня панателло что такое то да это панателло вот такая вот дома со стерильными и фертильными цветами вы видите тоже уже все там оплелось земляной ком тоже будет это панфлора такая вот дома тоже уже цветает идем дальше это у меня древовидная гортензия и это у меня по моему канди было маршмеллоу дата маршмеллоу и кстати маршмеллоу уже идет на второй заход цветения то есть первый прошел и сейчас уже у нее вторая волна цветения это паненка красотчика два таких мощных побега у нее то есть я повела в два ствола и и так паненка до паненка все правильно вам сказала идем дальше такие красотки пушистик прям как песика с котиком хочется гладить знаете так здесь тоже мне одно соцветия сломал кот это шу гараж причем кот не мой соседский такая дама понятное дело что росы уже все равно признаки заболеваний присутствуют так это банфайр такая вот красота и на этой стороне у меня еще есть сейчас вам скажу кто такие горшки мне это prime light муж косил видите нам будут поменять горшки перед зимой может и так конечно но посмотрим как буду отправлять на зимовку и это little lime little lime тоже он очень долго почему-то у меня не трогался в рост сейчас вот только-только недавно пошел и вот видите выпустил цветонос это не так это баблгам да да это баблгам тоже древовидная гортензия это металлика у меня видите тоже вот так вот что-то на немножко конечно раз под развалилась в соцветиях посмотрю следующий год то есть равно это первое цветение первое цене как мы знаем это в принципе не показатель и идем дальше это у меня коттон крем такая тоже уже видите подсыхает думаю чем у меня таким пахнет и пахнет вкусно это у меня алису на весь огород разыла раздула так здесь у меня древовидная сейчас я вам скажу как они называются это дабл анабель она должна быть махровая гортензия то есть махровая древовидная гортензия но цветовод цветоносы пока не выпускает это selection у меня selection выпустил а мне мощный побег а по краям видите вот эти висюльки я их буду убирать весной то есть осень я ничего не делаю дальше это тоже у меня метель что-то я уже пошла все скажу как она называется это у меня royal fly не цвела в этом году только выпустила вот таким как бы побеги мощные sunlight чуть не погибло но вроде как оклемывается так дальше это у меня принцип было она называется но не цвела в этом году она то есть несмотря на то что вот допустим selection на двухлетка она у меня не зацвела это одна летка у меня это мега mindy тоже не зацвела так идем дальше тоже на второй заход вот это фисташечка на такого фисташкового цвета это элемента то есть у нее соцветия зеленоватого такого оттенка древовидная гортензия это вот увидите выпускает цветоносы идем дальше это summer love по моему да это summer love это черенок этого года у меня здесь я укореняла его сама то есть он здесь вот так вот у меня живет дальше ой посмотрите вот между прочим вот это черенок этого года и она собирается зацвести сразу заодно беру траву тут трава даже в горшках присутствует куда без этого там так я вам скажу кто это нам не свитана были то собираться зацвести это rose какая-то честно я не помню какое именно большое название rose там что-то такое вот ну я думаю что не суть дальше это у меня полистар до полистар она у меня цвела отцвела она где-то у меня самого начала и до середины лета может чуть побольше но я ее сюда убрала к нецветущим то есть плюсы в горшках в том что ты можешь переставить цветущие там куда тебе нужно они цветущие куда тебе не нужно и так далее да и тому подобное так это мохито мохито в этом году что-то мне не хотела цвести передумала видимо так и здесь еще у меня стоят 3 древовидной гортензии 1 зацвела то должна была быть данка rose данка rose очень яркая гортензия но она зацвела не яркой розовой больше похожий либо на бабулгам либо на так вот на такую это аннабель просто она стоит у меня здесь стороне а это стронг аннабель они меня обе вот эти аннабельки заболели в начале лета я их все лето лечила сейчас они пришли в себя в принципе уже плохих листьев смотрю нет уже более такие здоровые листья вот и думаю что на такой прекрасную статике пушистики до маленькие такие сами по себе малюсики но какие шапки до цветочные вот следующем году все будут пересаживаться другие друзья спасибо за просмотр всем пока пока